Одна из самых больших школ в России открылась сегодня в Академическом районе Екатеринбурга. Уже 1 сентября она способна принять 3000 учеников. Репортаж Михаила Якунина. Во дворе 23-й школы в Екатеринбурге многолюдно. Ученики в нарядной форме, но без цветов и портфелей. За две недели до 1 сентября они собрались, чтобы открыть второй корпус учебного заведения. Дети еще не успели исследовать классы, но впечатление уже есть. Мне нравится спортивный зал и предмет из-за своей технологии. С детским восторгом участвуют в праздничной линейке и родители. В их время говорят, о таких школах можно было разве что мечтать. Безусловно, сейчас школа это просто какой-то рай для наших детей, потому что там оборудованы все кабинеты, там прекрасные детские комнаты уборные, шикарные просторные столовые вместе с умывальниками. То есть все предусмотрено для детей, для благополучной учебы, для комфортного времяпрепровождения. На возведение второй очереди школы ушло два года. Она полностью идентична первому зданию. Площадь каждого объекта составляет больше 20 тысяч квадратных метров. При необходимости оба комплекса могут принять 3 тысячи учеников. В этой школе не только умные, хорошие классы, а еще и есть библиотечный центр, который действительно очень шикарный. И по оснащению, и по площади, и хореографический зал, несколько спортивных залов. Я думаю, что это станет школой, центром притяжения многих детей, не только детей, а их родителей в нашем районе. Актовый зал на 500 человек. Просторные коридоры, учебные классы, оборудованные по последнему слову техники. Но особая гордость педагогов – спортивный зал «Трансформер». Современный, новый, чистый, красивый спортивный зал. Он большой, тем не менее. Сзади есть специальная звукопоглощающая кулиса, которая позволяет делить зал на две части, чтобы большее количество учащихся могло заниматься одновременно. Саше Салминут думать об уроках еще рано. Однако трехлетка тоже готовится к учебному году. В начале сентября он пойдет в новый детский сад, который сегодня открыли в Чкаловском районе Екатеринбурга. Очень рады, что нам дали новый садик. Надеемся, что здесь мы приживемся, как говорится. Все очень нравится. Такое открытие замечательное. Садик рассчитан на 100 мест. Это четыре группы. Посещать его будут дети в возрасте от трех до семи лет. Поздравить воспитателей сегодня приехал глава городской администрации Александр Яков. Несмотря на то, что городская целевая программа, федеральная целевая программа, вроде бы завершили свою работу позапрошлом году по увеличению дошкольных мест, но город Екатеринбург отличается тем, что рождаемость достаточно высокая, естественное прирост населения ежегодно присутствует, поэтому мы не могли оставить без внимания вот это направление. В этом году в Свердловской области появится 5000 новых школьных мест. Так, накануне в Екатеринбурге состоялось открытие подразделения 39-й гимназии, в котором будут учиться больше 100 малышей. А 1 сентября в Кировграде в новую школу пойдут еще 1200 человек. Михаил Якунин, Александр Гамзяк. События ОТВ.